Для тех, кто присоединились к нам в прямом эфире, скажу так, мы уже разбираем несколько недель. Восьмая неделя пошла разбора «Десять заповедей» как принцип нашей жизни. В действительности принципы, о которых я говорю, основаны на «Десяти заповедях», они указывают, кто мы. И самое главное, кого мы служим. Именно эти принципы указывают на того, кто внутри нас. Я понимаю, что мы с вами спасены через жертву Ишуа Мессии, но формируемся в нашей жизни именно на основах Священного Писания Торы. А Тора имеет «Десять заповедей», от которых все остальное строится. Конечно же, вы скажете, мы живем в Новом Завете, у нас же еще Дух Святой нам дан. Поэтому мы еще учимся Духа Святого. Я с вами говорю «Да» и «Аминь», но также подправлю «Дух Святой не даст больше, чем написано в Торе». Знаете, почему я говорю это? Люди приходят всякими идеями. «Мне Дух Святой сказал развести своей женой». Разводите всех остальных, но не нас. Поэтому основа должна быть, мы говорим о базе, мы говорим принципы жизни. Сегодня мы подошли к седьмой заповеди, которая очень интересная. Потом будет девятое, десятое, если успею, потому что дороже, что она впереди. Надеюсь, мы успеем. Восьмая заповедь, она очень сильно переплетается и с Новым Заветом, где в послании к Ефесянам Павел описывает многие вопросы, как верующему человеку жить в развращенном мире, среди коррумпированной системы человеческой жизни. Исход 20 глава, 15 стих. «Не кради». В данной заповеди есть удивительный принцип. Принцип, который звучит «доверяй». Заповедь «не кради». Но кто мне ответит? Пожалуйста. Что происходит с людьми, которые крадут? Что внутри они переживают? Какая причина того, что они позарились на то, что не ихнее? Вот видите, вопрос, как недостаток. А я говорю о том, что у человека недоверие Богу. Недоверие Богу. И это недоверие выразится в том, что он не верит, либо не доверяет Богу в том, что он обеспечит необходимым. Этот принцип доверия лежит в основе испытания израильского народа в пустыне. Вот просто представьте о том, когда Израиль был длительное время в порабощении, они были угнетаемы. Сначала они хорошо жили, мы бы говорили так, при Иосифе, да? Хорошо жили. Я вам скажу так, что все почитали. Потом написано, что восстал другой фараон или царь, который не знал Иосифа. Не знай Иосифа, кто такой? Давай, до свидания. Кто-то такой. И всем евреям сказали, ох, ничего себе. Они так расплодились, у них хорошо. Давайте сделаем их рабами, чтобы они нас не превозмогли. И история уже понимаем, что они кричали Богу в освобождении, понимая, что им дано обещание обетованной земли. Но когда ты хорошо живешь, куда хочется уехать, правда? Поэтому нужно было такие обстоятельства, чтобы они воззвали к Богу и чтобы Бог вывел их из Египта. Выводя из Египта народ, который нуждался, недоедал, был постоянно в какой-то недостатке, когда у них все были особенные проблемы, у них была та сущность человеческого, как многие сказать, того недостатка. И при каком-то недостатке приходит чувство чего? Где бы взять так, чтобы было на завтра и побольше. Мой сын любил, младший, Джошуа, говорит так, мне, мое и много. Когда идешь, особенно мы любили ходить с детьми в Макдональдс, он говорит, это, это съешь, мне, мое и много. И никогда не доедал. Вот этот момент такой чувства, такой вот нежадности, а, наверное, какое-то недоверие, что завтра, может быть, не будет. Я не знаю. Но в сущности, Бог начинает работать с Израилем и говорит к нему, заповедь даю тебе, не кради. Она уместна, потому что там, в пустыне, начинается испытание в доверии. Потому что, чтобы ввести в землю обетованную, народ должен быть свободным. И вот доверие Богу означало, чтобы не взять лишнего. Второзаконие, 6 глава, 10-11 стих. «Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Цаху, Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, с домами, наполнен всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодецами, высеченной из камня, которые ты не высекал, и виноградниками, и маслинами, которые ты не садил, и будешь есть и насытишься». Бог говорит, послушай, я хочу дать тебе эту заповедь, чтобы ты доверял. Ты еще не видишь то, что я приготовил, но то, что я приготовил, ты над этим не трудился. И этот момент очень важен для сегодняшнего времени. «Израиль, не кради. Я, Бог твой, всегда обеспечу тебя необходимым даже больше. Доверяй моему обеспечению. Не кради». Бог обращается для того, чтобы исправить. И как интересно, что Новый Завет пересекается с той же ноткой. Нотка для верующих людей. Особенно, как говорить, сегодня нужно об этом. Рав Шаул пишет к Ефесянам 4 главе слова, которые на самом деле утверждают и подтверждают почти 10 заповедей, которые мы прошли. И отсюда, на этой главе, я буду строить три своих пункта, которые я буду обращаться к вам, как к верующим людям, которые должны жить по принципам Торы. Итак, 4 глава официала, 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что вы члены друг друга». Об этом поговорим в следующий раз. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не взойдет во гневе вашем». Мы говорили об этом раньше, в одной из заповедей «Не убей». Правда? «И не давайте место дьяволу». Об этом мы говорили, когда написано «бегайте блуда». Чтобы не искушал дьявол, каждый иметь себе жену. Так что нормально, это же 10 заповедей. Прямо вот здесь, послание Ефесянам. Потом говорит, следующее. «Кто крал, в предник ради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждаемся». Это поговорим именно сейчас. Итак, что нам дает послание Ефесянам, 4 глава? Первое, мой пункт. Это такое жесткое, но послание ко всем верующим. Перестань красть. Вы скажете, ой, рабе, что в этой стране не крадут только? Да? Что не возьмешь, что не бюджет, только раз дерибан, да, такой. Как бы, ну, кто над нами, над тем, как бы и мы учимся? Что об этом сказать? Не могу ничего сказать, потому что не делился ни с кем, не знаю, что там происходит. Но большинство людей вышло из того доморабства Советского Союза, в котором недостаток был очень большой. Недостаток вообще во всем. Дефицит был чуть ли не во всем. И вот с этой ментальностью многие из нас, выйдя в свободное, да, независимое государство, переняли, и, наверное, это мышление. Мы понимали, что в советское время было очень сложно. Экономические, психологические, может, свобода не было, то, что нужно. Давление, которое у нас мы переживали. Конечно, не все. Некоторые хорошо жили. Но этот дефицит, он очень сильно повлиял на нас. Мы все заготавливали, как будто готовились к большому голоду постоянно. И что неправильно лежало, то можно полежать у меня дома. И с этой ментальностью дети наши, видя то, что мы делали постоянно, да, все говорили, копейка, рубль бережет. Воззял. А если ты, как бы, то, что неправильно лежит, то давай пускай лежит неправильно у меня дома. Знаете, я верю, что мы должны, как верующие люди, избавляться от этого мышления. И эта заповедь дает нам понятие наших принципов, о том, чтобы мы должны правильно подходить к обстоятельствам. Чтобы развить доверие Богу, нужно перестать крать в самых малых вещах. Вы скажете, ой, Ребе, о чем ты говоришь? Там, где нам кажется, что оно не станет у них больше или меньше, никто не заметит, чтобы только нам было комфортно. Это просто. Хотя мы говорим об исходе, 20 глава, о заповеди не кради, я хочу вернуть вас в предыдущие несколько глав. 16 глава, где Бог обеспечивает вывезших из дома рабство евреев в пустыню. Он там, в 16 главе, начинает кормить Израиль манной. Манна была рассчитана на каждого израильтянина. Или, можно сказать, еврея. Все, кто вышел. Мы там не только евреи выходили. На всех, на весь народ, который вышел, у Бога была посчитана манна. Вы согласны со мной, нет? Ну, очень просто. Он знал нужды, он знал, в чем нуждается народ. Вот, и поэтому он дает, говорит, момент. Когда что-то произойдет, утром собирайте. Исход 16 глава, 16 стих. Вот, что повелел Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съест. По гомору, на человека. Гомор, это примерно литр. Примерно такой литр. Ну, не ходили с баночкой, думаю. Как бы у нас, как в старое время. По числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так, сына Израиля. И собрали, кто много, кто мало. И мерили гомору. У того, кто собирал много, не было лишнего. А у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съестся. Итак, мы видим здесь, что Бог посчитал. Каждому дал меру. И говорит четко. Пособрали, сколько нужно. Ни больше, ни меньше. Если Бог обеспечивал всех. И, по сути, была дана мана каждому по его нужде. То, если бы кто-нибудь взял больше. Скажите. То у кого-то было бы? Значит, что он украл у кого-то. Какая разница бедного? Он бедный, богатый. Но даже у богатого есть 23 души детей. Кому-то из них не хватило. То украл даже у богатого. Какая разница? Вопрос здесь в математике. Математика еще проста. Проблема нашей экономики, в которой мы живем на сегодняшний день, это не распределение богатства. У нас в Советский Союз. У каждого должно быть поровну. По нуждам. Вопрос сегодняшней нашей экономики не стоит в понятии распределения богатства страны, в которой мы живем. Но понятие, как взять побольше. Проблема не с тем, что мы можем как много заработать. Вы понимаете, о чем я говорю? Я верю, что бизнес должен процветать. Мы должны зарабатывать. Но у людей часто и сегодня стоит вопрос, как забрать побольше, а не как заработать. Как забрать во всех ситуациях, в социальном, в политическом, в других. Как забрать побольше? Не как произвести, не как распространить и расширить свой бизнес, чтобы народ процветал, но как может побольше забрать. И хамзатевтически здесь же Господь говорит Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? В этой стране не проблема, кто сколько заработал, сколько взял. Я считаю, что проблема в том, что мы не знаем Писание. И каждый пытается работать над коррупцией. Ответ очень простой. Библия. Правильно? Господь говорит Израилю, доколе будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Слово уклоняться, отказываться, отвернуться, откреститься, не хотеть. Сколько вы не будете хотеть, желать? Чтобы иметь отношение с Богом, нужно вожелать их. И захотеть подчиниться его заповедям. Соблюдать. Вот есть слово очень важное. Хранить, сохранять, соблюдать, сохранить. Сторожить. Заповеди нужно сторожить. И вот то, что мы имеем в принципе своем, то есть благословение, чтобы хранить это. Вот интересно, потому что в этом отрывке Бог задает вопрос Моисею, сколько еще вы будете отказываться доверию моему? Насколько вы будете отказываться доверять мне и просто нарушаете заповеди? Это реакция была Бога в то время, когда Израиль сделал одну оплошность такую и проявился недоверие во время шаббата. Смотрите, шесть дней собираешь его, а в седьмой день, суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собрать и не нашли. Нет доверия. Значит, нужно что-то делать. Итак, что значит украсть? Означает не доверять. Самому решать свои проблемы, даже если это не совсем тебе это нужно. Украсть это не доверять и решать собственными силами свои проблемы. Мы начали с того, что Павел пишет верующим Ефесим, живущим в коррумпированном обществе, ну как и мы с вами сегодня живем в таком же обществе, примерно, в коррупции. И он пишет для тех, которые уже там живут, которые там покаялись, чтобы они не жили, как живет то общество, в котором они выросли. Чтобы они поменяли свое решение. Поэтому он говорит, кто крал, как бы уже это было у вас нормой, плет не кради. Похоже сейчас, что мы живем в том же времени, в том же коррумпированном обществе. И чаще всего коррупция в действительности влияет на наше подсознание, даже верующих людей. Поэтому мое послание сегодня к верующим людям. Я сегодня не говорю политикам, я сегодня не говорю людям, которые не знают Бога. Я обращаюсь к вам, к верующим людям, тем, кто смотрит наш в интернете, будет пересматривать, когда я обращаюсь сегодня ко всем христианам, верующим людям Бога. Потому что, живя в коррумпированном обществе, не понимая, неосознанно, мы делаем то, что нам навязывает наше общество, в котором мы живем. А пилюля против такого коррумпированного общества только Библия, только знать глубину. Я говорю вам серьезные вещи, потому что задам вам вопросы, которые будут очень неудобны. Насчет воровства. Один пример. В интернете продают всякие приборы для того, чтобы манипулировать показатели приборов на воду, газ, электричество. Кто из вас имел неосторожность воспользоваться этими приспособлениями? Да? Я встречал таких. Я встречал таких людей, которые там магниты всякие ставят на счетчики, чтобы замедлялось и так далее. Не помогает. Не помогает. Проверял. Все равно платить не нужно было, да? Или брать в кредит телефон, какие-то еще вещи, а потом не отдавать и говорить, ну что, пускай меня засудят. Что мне сделают? А? Пользоваться услугами перевозок, не покупая билет в кассе. Я сейчас говорю простые вещи. Мы говорим о том, что есть правильно или неправильно. Получать больше сдачи и говорить, слава Богу, Бог позаботился. А что ж? Вот понимаете, насколько коррумпировано наше мышление. Мы получаем человека, который тебе дал сдачу больше, чем надо. Может он стажер, молодой. Ему нужно будет отдать из своих же денег и скажите, что не украли вы. идти на обед раньше времени на пять минут. Идешь где-то, оплачивают какие-то вещи, да, закрыто. Смотришь на время, подожди секунду, у меня чуть-чуть времени есть. Закрыто. Жжешь, ладно. И приходить на десять минут позже. Скажите, разве это не воровство времени? Брать отгул, манипулировав своим здоровым, и решать личные вопросы? А? Печонка болит. Сегодня не могу прийти. Попил этот, валериан, или что там еще, там нож, прошло резко все. А что делать? На работу уйти? Да нет, лучше же свои дела делать. Пользоваться в служебных транспортах в личных целях. Даже топливо списывать за счет заведения. А? Брать зарплату наперед и не делать работы, ссылаясь в следующий раз, как-то мы там усмотрим. брать оплату за услуги на уровне евроремонта, а вы делаете халтуру для людей. Когда вы, взяв деньги, не можете отдать, а потом находите причины, почему не отдавать. Когда за ваши оплошности ломается оборудование, а вы с клиента берете оплату за его ремонт. А? Встречали таких? Я встречал. Нормальные люди, христиане. Когда вы возвращаете транспорт, который вы одолжили в поездку, немытым, незаправленным или поврежденным, и делаете вид, что так оно и было. Я говорю сегодня тяжелые вещи, потому что это принцип. Если мы хотим видеть Бога, который обеспечивает нас, нашей жизни, если мы хотим видеть и устроить доверие Богу, что обеспечит нас, как Он обещал, обеспечивать нас, выводя из Египта, тогда нам нужно поменять наше мысление. Если вы крадете у кого-либо, не крадете ли вы у Бога, вот чем вопрос. Псалом 23, 1 стих, Господня земля и что наполняет ее? Вселенная и все живущие в ней. Чьи они? Они Божьи. А если я у кого-то немножко что-то так поскупал, то это он виноват. Не я же лох, правда такое? Это прохожие, которые невнимательные. А то я рассказал такое слово, и кто-то из интернета пожаловался, что я матерюсь. Нет, это прохожие, которые невнимательные. Хорошо? Иоанна 10, глава 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить, погубить. О ком говорится? А? О дьяволе. О дьяволе. Подождите секунду. Если мы что-то поделаем таким образом, не похожи ли мы на тех, которые вот с этим, как нарисуют, с хвостом и рогами? Но еще он говорит, я пришел к тому, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Знаете, у каждого все бывает разное. Я вспоминаю себя, однажды мы делали покупки и ну, пришли домой и смотрю, думаю, я считал, что должно быть больше денег, ну, потрачено. Что-то не так сильно много. И думаю, что-то не так. Посмотрел чек, а некоторые вещи просто, ну, не проскранировались. И я чувствую такое, ну, богословил Бог. Нормально. Обеспечение Господнее. Знаете, когда так вот, чувство такое, ну, что ж виноват такому? Я же специально не делал. И Дух Святой обличил меня. Мне пришлось поехать и доплатить. Трудно было, честно. Трудно было, а хотелось. Второе, что мы говорим, да, мы говорим, первое, это перестань красть. Даже таких мелких вопросов, которые я перечислил до этого. Второе, начни трудиться. Начни трудиться. Многие мне нуждаются в работе, и работа нужна, и мы за это молимся очень часто. Некоторые уже имеют работу и могут сказать, так у меня работа есть, о чем же, как бы, о чем вы говорите. Я говорю сейчас не о самой позиции того, что ты делаешь. Какая у тебя специальность. Я говорю о том, чтобы на работе нужно работать. У нас есть выражение такое. Работа небе лежачего. Называй, да? Что мы имеем в виду? Когда мы говорим, ну, как работа? Небе лежачего. В самой фразе как раз вот я на работе что делаю? Лежу. Мороженое лежу. И сижу. Да, этот мультик классный, да, такой. И на солнышках ляжу. Слово труд происходит от слова трудно, тяжело и работа. Однажды мы были с Татьяной у друзей в Германии. Они к нам приезжали недавно. И мы заметили, что эти немцы тяжело работают. Они встают в пять часов утра, работают, ну, не покидая рук, работают, потом приходят, пообедали, опять работают и в служении не везде. И потом, когда вот, я думаю, ну, что себе, такая каторга у них, знаете. А потом мы видели, как они отдыхали, любят отдыхать немцы. И мы пришли к выводу, немцы работают, чтобы отдыхать, а те, кто бывшие Советского Союза, отдыхая работают. Понятно, нет? Немцы работают, чтобы отдыхать, а наши работают, отдыхают. Знаете, вот это мне очень, ну, как бы не понравилось. Я думал, что вообще делать? Как научить людей, чтобы они трудились? На самом деле, труд это то, что тяжело. Работа то, что ты делаешь своими руками. Там даже перевод такой, что очень тяжело, нагрузка, пот с лица. Ефесянам 4,28, кто крал, пред не кради, но лучше трудись, делая своими руками полезное. Слово трудиться, утомляться, вот это перевод, это слово трудиться, утомляться, уставать, утруждаться, тяжело трудиться. Я знаю, что мы так вот были воспитаны. Я помню, я вспоминаю эти вот работы, которые мы были. Я помню, как даже на заводе, когда я проходил практику, то половину времени сидишь, половину времени кушаешь, а остальное все зарабатывают другие. Заметили, что, да, вот у нас на дорогах делают ремонт, 20 человек стоят, а 2 копают. Но все получают поровну почему-то. За границей такого нету. Двое работают, двое укладывают, так же само, и никто не стоит. Побыстрее это сделать. Еще до грехопадения, услышите меня, пожалуйста, еще до грехопадения Бог дал человеку труд для того, чтобы он наслаждался. Люди говорят, я пашу, как проклятый. Друзья, еще до проклятия земли Бог сказал Адаму такие слова, взял Господь, Бог человека, которого создал, поселил его в саду эдемском, чтобы он что делал? Отдыхал. у чистого моря, у черного, я понимаю, но тогда не было черным еще. Горя не было, еще не было проклято, да, ничего? Написано, что он возделывать его и хранить его. Еще до грехопадения Бог дал человеку труд. Это означает, что все, что мы делаем, должно приносить нам радость. Это было до того, как земля была проклята. Экклезиастов, великий Соломон пишет такие слова, 2 глава, 10 стих. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им». Как хорошо. Все, что захотел, я не отказывал, точно ослаждался. Не возбранял сердцу моего никакого веселья, радости, радоваться, хотел радоваться, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. во всех трудах моих. Не только слагать песни или там стихи, мудрости. Во всех трудах моих. И это было моей долей от всех трудов моих. От трудов, от то, что ты тяжело работаешь, Бог хочет воздать тебе радостью и то, что ты пожелаешь. Ты можешь иметь из трудов своих. Поэтому, трудясь в поте лица, ты можешь получить удовольствие. И, как мы говорим, немцы работают, чтобы отдыхать. Нам нужно понимать. Возограждение за труд, тяжелую работу, радость в отдыхе. Мы буквально полторы недели назад двумя семьей поехали в Молдову. Я, Татьяна, Александр и Анна. Во время поездки мы разное говорили о многих вещах. И тут вдоль дороги мы увидели маленьких детей, которые продавали орехи. Почищенные. Не просто орехи продают, а почищенные орехи продают. Заметили? У нас это как-то не культивируется в Одесской области. Не знаю, почему. Есть? Значит, и вы уже видите. На рынке. На рынке там все хотят продать. А это дети. И вот они продают. И вот Таня вспомнила, говорит, я тоже в детстве орехи тоже продавали. А Саша говорит, знаешь, а мне нравилось, вот когда еще в детстве, у нас в школе за летнее время нужно было там собрать подорожник, потому что еще собирали там. ромашку, еще какие-то. И что? Он говорит, ты продаешь и имеешь карманные деньги. И вот я бы сегодня в школьную систему вложил бы. Я говорю, а зачем? Говорю, в мое время мы это все делали, потому что была нагрузка. И я когда уже заканчивал эту нагрузку, обязаловку, которая была в Советском Союзе, я не хотел ни стричь подорожник, не собирать, я хотел только идти на рыбалку, чтобы никто меня не трогал. Он говорит, а мне нравилось. Я говорю, а чего? Потому что можно было иметь пару копеек, а потом пойти и взять мороженое, которое нравится, газированной воды. Труд вознаграждался тем, что мы видим, что мы хотим. Поэтому, когда мы говорим о восьмой заповеди, мы говорим доверие Богу. Для меня радостно видеть, конечно же, наши молодежь, которые работают. Минрада, разно видеть, Даниила, да, Полежка, который работает официантом, знаете, я хотела, это временная работа, но я смотрю, что я знаю, что это очень тяжелая работа, надо запомнить, и всякие есть люди, которые недоброжелательны, какие-то работы, всякое рассказать. Я это видел, как люди это все ведут, но я горжусь такими молодыми людьми, которые ищут работу. Мне приятно видеть людей, которые, несмотря на большую безработицу, берутся за любую работу, за любую работу, потому что они в этой работе учатся, они наслаждаются, растут. Мне нравятся люди, которые повышают свою квалификацию, которые идут учиться, берут какие-то еще классы, которые ищут цели, чтобы заработать. Понимаю, что никто не станет миллионером за одну ночь. Есть, которые мечтают за одну ночь быть миллионером, но если тебе не дано по образованию 5 классов, то не дано. Нужно учиться. Но тяжело с теми людьми, которые постоянно жалуются, что их уволили, их сократили, они уже хозяину не нужны. И когда начинаешь спрашивать их, а в чем проблема, ты понимаешь, что у него этика самого труда страдает. А кому нужны те люди, которые не умеют работать, трудиться и ответственность иметь. Да, и, конечно же, я понимаю, что в наше время, в нашей стране зарплата очень маленькая. Я честно, реально понимаю. Когда ты можешь видеть, что твой начальник тебя просто обдирает за всякую копейку, за всякую провину. Но, дорогие друзья, у нас, у верующих людей не может быть такой этики око за око и зуб за зуб. Мы не можем воздавать тем, что если мой начальник меня обкрадывает, то я кину его, чтобы он понял, как это будет со всеми людьми. У нас нет такой этики. Если мы так думаем, то мы не доверяем Богу. Если вы хотите доверять Богу в обеспечении, то мы должны перестать красть. начать трудиться. И последнее. Получать, чтобы давать. Кто крал, пред не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было и с чего уделять нуждаемся. Важно, наверное, понять, что мы получаем для того, чтобы давать. Хотя не обязаны это делать. мы получаем за наш труд для того, чтобы мы могли уделять, хотя мы не обязаны это делать. Могу изменить свою формулировку и сказать по-другому. Мы получаем, чтобы давать, а не даем, чтобы получать. услышите меня, я понимаю, вот при этом откровении. Я удивляюсь многим пасторам, которые учат и говорят о даянии, о процветании, и давайте, дастся вам. Конечно, там говорится еще более того, чем финансы, но я говорю о том, что когда мы получаем, мы здесь относительно посланий к христианам открыты для того, чтобы давать тем, кто нам по-настоящему в нужде, где смерть или жизнь находится в руках. Мы можем быть благословением. Об этом пишет Павел. Вместо того, чтобы говорить о том, что мы получим, чтобы давать, многие говорят, давайте, чтобы забрать. Когда мы перестаем красть, работаем тяжело, зарабатываем для того, чтобы отдать, тогда мы получаем удивительное чувство удовлетворения, что у нас все хорошо с Богом. Я не знаю, вы чувствуете когда-нибудь это или нет, но это происходит. Я верю, что в настоящее время очень сильно распространяется недоверие Богу среди верующих людей, особенно те, которые прошли через всякие махинации, которые проповедовались вот с такой кафедры многих-многих церквей или же общин. По-моему, и так, да, общее, по-моему, говорим. И растет недоверие Богу в своих даяниях. Синдром вора укореняется среди верующих людей, потому что они верят в неправду, которую посеял им враг. Мне больно, когда люди перестают доверять Богу и крадут то, что принадлежит ему. Самое неприятное, что верующие люди утверждают свою веру в этом, в недоверии Богу. Они полностью говорят, мы сами выйдем из этих положений. мы говорим своими делами, что мы не доверяем Богу, когда мы обкрадываем Его. Иисус Навин во время того, когда Израиль вошел и пересек Иордан, есть история, которая очень интересная. Подошли к Иерихону и все серебро и золото, 6 глава 18 стих, и сосуды медные, и железные добудут святыню Господу и войдут в сокровищницу Господнюю. Эта история очень всем известна. Мы говорим заклятая. Заклятая не проклятая. Вы слышите, нет? Заклятая это то слово, которое посвящено. Мой сынуля, когда пытался что-то так накуролесить и не хотел служить Богу, и я говорю, сынок, одна проблема в твоей жизни, когда ты родился, мы тебя посвятили, заклятый ты был перед Господом, чтобы служить. Он говорит, что я такой проклятый? Я говорю, ты не проклятый. Ну, типа, не получается у него в жизни, по-мирским как-то так жить, да? Я говорю, это ты заклятый, не перепутай два слова, ты посвящен Богу. И фактически там была история, которая должна быть поучением для нас. История о ханам, который взял из посвященного из первого, что принадлежало Богу. И всего, что первое принадлежало Богу, он взял и забрал. В 7 главе, 11 стих, Бог ставит это Израилю в укор и говорит такие слова, которые на самом деле должны шокировать каждого из нас. Израиль согрешил и приступили они завет мой, который я завещал им. И взяли из заклятого, то есть из посвященного, потом делает момент, посмотрите, можете подчеркнуть и украли и утаили и положили между своими вещами. Человек, чтобы украсть, он становится лукавым. Как и человек, который приступает супружеские отношения, тоже он лукавит. Мы об этом говорили. Для того, чтобы украсть, нужно что-то изменить. Ты не делаешь это открыто. История Ахана очень интересная в своей ситуации, ведь Бог выводил Израиль в землю обетованную, где течет молоко и мед. Помните, я читал, дома, которые ты не строил, колодцы, которые ты не высекал, муслины, которые ты не сажал, виноград, которые ты не сажал, оно будет твоим. Он, не доверяя Богу, что его ожидает там, потому что он не видел, что его ожидает, сделал то, что не должен был. Он укрывает для того, чтобы обеспечить себе будущее. Он берет из заклятого и то, что посвящено Богу, забирает для того, чтобы обеспечить себе будущее. Обеспечил ли он себе будущее? Он даже не вошел туда. где его ожидало то, что Бог обещал Израилю. Его ожидал тот дом, который он не строил, тот виноградник, который он не садил. Но недоверие Богу, недоверие в его обетование, что он обеспечит и тебя будет хранить, позволило в его сердце додать ту ложь и тайно, искусно украсть. А Бог открыл. я хочу говорить об этом, потому что это страшно. Услышьте меня правильно, друзья. Мне все равно, сколько вы получаете денег. Реально, мне все равно. И в нашей общине никого никогда не ставили под вопрос о ваших десятинах. Напишите, что это десятина, Господа, откуда можно было посчитать, сколько вы зарабатываете деньги. Мне на самом деле все равно, сколько вы зарабатываете денег. Но я хотел бы научить и сказать вам, что есть принципы доверия Богу во всем. Доверие Богу. Через все Писание Бог учит принципу доверия. Начиная от Адама и Евы. Один принцип. От всех деревьев можете кушать. Нормально. От этого не надо. Адам, доверься мне. Поверь, я хочу тебе добра. От всего ты можешь кушать, питайся, От этого это мое дерево. Не стоит. Авель и Каин. Легко дать десятину или принести жертву Богу, когда ты все собрал и посчитал и вытянул. А что осталось? Тяжело из первого выводка 101 отдать Богу первое. Легче, когда 10 родилось и сказать, а, этот был первый. Опа, отдадим Богу. Тяжелее доверять в первом, в начале. Первый Иерихон, который был на пути в обитованную землю. Конечно же, если вы хотите, конечно же, жить и обеспечивать себя лично, тогда всю жизнь на самом деле будете работать и вам будет всегда мало и мало и мало. Но есть чудесное чувство в Боге, когда мы доверяем Ему и все необходимое мы получаем и в этом благодарность Богу воздаем и мы свободные люди, потому что мы знаем, что завтрашний день наступит и Бог обеспечит его в завтрашнем дне. Недоверие. Страшное. Бог обращается сегодня к нам всем, верующим людям. Я сегодня в прямом эфире говорю, Бог говорит народу Божьему простые вещи. Ты будешь, если ты не будешь доверять мне, я не буду обеспечивать тебе. Если ты будешь доверять мне, я тебя обеспечу. Об этом говорил Ишуа. о лилиях, о птицах. Доверяйте, Бог говорит мне, даже когда перед тобой ров со львом. Доверяй мне, когда перед тобою горящая печь. Доверяй мне, когда ты видишь египтян сзади, а море впереди. Доверяй мне и протяни свою руку. Доверяй мне, выйди из лодки. Доверяй мне, возьми постель твою и ходи. Через все Писание Бог хочет показать человеку надежду на Него. И этот принцип восьмой заповеди не кради. Фактически принцип доверия Богу. Знаете, у Бога интересные есть вещи в Писании. Я не знаю, замечали ли вы или нет, большинство стран Востока наказывают вора увечием или смертельным приговором. Замечали, нет? Да? Но вы знаете, что у Израиля не было такого закона. Бог не наказывал за воровство увечием или смертной казни. но он дал человеку Израилю выход, потому что бывают разные ситуации. Он говорит другое правило. Исход 22 глава, почти вся глава посвящена о том, как возвестить убыток, который произошел. Почему возмещение за убыток? Но если мы искуплены Богом, если Иисус Ишуа заплатил самим собой все наши согрешения, тогда я всех прощаю, кому я должен. Почему здесь обязательно нужно что-то возвращать? Да, вот, если меня Иисус так много простил, Ишуа так много, почему должно возвращать? Скажу просто, я нашел два слова в еврейте, которые говорят два значения. Слово возмещение имеет значение это восстановление в первоначальное состояние. Он говорит, но ты должен возместить первоначальное даже больше. Второе значение имеет в сущности это слово очистить от стыда и вины. От стыда и вины очистить. Нам дано было много, нам прощено много, но здесь именно когда мы нанесли урон человеку и не или не можем возместить ему то, что мы взяли, потери его. Бывает такое. Друзья, бывают такие вещи, что ты нанес урон человеку, ты не можешь ему возместить. Один из примеров, ты на машине въехал ему в машину другую, вы не можете возместить, нет у вас этих финансов. У вас есть два решения. Скажите, идти в суд и так далее. Либо тебя простят, либо тебя простят, либо ты должен будешь возместить. Почему-то в законе в мире мы как-то так еще пытаемся подальше от всех судебных взысканий. Но почему-то среди духовного состояния верующих людей мы уклоняемся от того состояния, чтобы возместить. Но если мы взяли или мы навредили нашему соседу, нашему близкому, Бог в это время дает нам возможность возместить то, что не наше, за то, что не наше. Мы дается нам по одной причине, чтобы мы возместили и не жили всю оставшуюся жизнь мучаясь своей совести и виной, что ты не смог это сделать. Потому что когда-то нужно будет посмотреть другу в глаза. Мой отец работал на стройке и он часто меня приглашал на работу. Своя ситуация. Он никогда не давал мне спуска, чтобы я ленился. Потому что понятно, я работаю с папой, все говорили, вот, Роман взял своих детей на работу, они малолетки, поблажки всякие. Понимая это, я не хотел опустить имя своего отца и постоянно тяжело работал, сильно уставал. Хотя отец любил заработать и на совесть погулять на кровные. Я понимаю, это привилег, как мы говорим, заработал, погуляй на кровные. у него была, я может в Советском Союзе у каждого была пустая бутылка из-под шампанского. А, да, вот сразу копилка. Туда входили только 10 копеек. Помните, да? Только 10 копеек. Даже 2 копейки вроде бы не заходили. Только 10 копеек. Входили на невыгодно. Под 10 копеек. И я замечал, папа начал собирать эти денежки. Когда бутылка стала чуть-чуть больше половины, у меня как у подростка малолетки проявилось чувство состояния. Мне нужны деньги на пирожное, а мне папа не дает. Он уезжает. Понимаешь, нужда была. И все руки ничего не брали. А рука тянется к этой бутылке. Взял одну копейку, пошел купил. 10 копеек можно было купить два пирожка, булочку какую-то там купил. Наелся, думаю, хорошо. Пошел, смотрю, а бутылка и стоит нормально. Потом еще взял одну, еще одну копейку, 20 копеек. Надо 22 копейки купить заварное. Я любил заварное, страшно так, любил. Нужно было три копейки взять. Нужные росли. Надо было в кино пойти, на дискотеку, погулять широко. Началось уже больше брать. Знаете, через время Бог крестил меня Духом Святым и в состоянии, когда уже было где-то 16 лет, я почувствовал, что я так плохо поступил с папой, что он уничтожал его копилку. Не знаю, чем он вообще их собирал. Наверное, для нас, но я не понимал. У меня было такое чувство, что если даже он же не видит, не знает, а если скажет даже, что я увидел, я мог заслаться на своего брата, что он взял. Он как бы умный был, правильно? И такое чувство было, Дух Святого обличил меня. Я помню, что я трудно работал, и принес папе 50 рублей тогда, 50 рублей, там, большая сумма была денег, да? И я говорю, вот тебе деньги. Он говорит, за что? Я говорю, за шампанское. Он говорит, да я тебя уже давно простил. Я говорю, ты знал? он говорит, а как не знать? Берешь 10 рублей, меняешься под 10 копеек, ты туда сыпешь, а как бы тяжелее бутылка не становится. Не становится. Я говорю, ты все это время знал? Он говорит, ну, конечно, а почему? Почему ты меня не наказал, не обличил? Он говорит, потому что я понимал, что ты брал, потому что тебе нужно было очень сильно. Надеялся, что ты именно когда поймешь, как мужчина, я ждал вот этого мужества, что ты благородства, что ты осознаешь, что это делать нельзя. И я ждал. Я говорю, прости меня. Я говорю, я это давно простил. Наверное, он именно ждал, чтобы мое благородство, как верующий человека, стало на всем другой уровень, как верующих людей. Хочу вам сказать одну последнюю фразу, и я заканчиваю, хочу помолиться за вас. Наш Отец Небесный простил нам очень много, очень много, но его желание восстановить то, что враг украл, чувство радости в нашем даянии, чувство доверия Богу, который за нас, Он не против нас. И через покаяние убрать стыд и вину. я хочу сегодня за вас помолиться о нашем восьмом принципе, принцип доверия, чтобы к нам пришла свобода доверять Богу во всем. В нашей семье, в нашей еде, в нашем транспорте, в нашем настоящем и в нашем будущем. об этом Ишуа говорит. Можешь ли ты себе добавить немножко роста, заботясь сам о себе? Сможешь ли ты себя одеть, как одевал себя Соломон и Лилии? без доверия Богу это невозможно. Хотя многие люди пытаются, но им постоянно не хватает. и сколько бы они ни зарабатывали, у них всегда плохо. Всегда плохо. Но если сказать другому человеку, сколько ты на самом деле зарабатываешь, они скажут, ты что, с ума сошел? Таких цен даже в Одессе нет. я говорю о чувствии свободы, о чувствии доверия тому, кто нас очень хорошо знает. принцип перестань красть. Я не говорю о том, что ты залез кому-то в кошелек. Те маленькие моменты, которые я вам говорил, я перечислял. Послушайте еще раз. Начни трудиться. Не просто сидеть на работе и ждать, когда тебя выгонят. Начни трудиться. и следующее зарабатывай, чтобы благословлять, отдавать. Не воруй у Бога. Это касается человеческих и Божьих принципов. И если ты, как по какой-то причине, залез в бутылку с под шимпанского, это папе принадлежит. А он знает. Он ждет, просто когда ты созреешь к этому. И самое главное, он хочет тебя простить, чтобы ты был свободный. Помните, возместить. Я не говорю о том, чтобы вы возмещали, я говорю о том, чтобы вы имели принцип возмещения, чтобы захотели сделать возмещение. Скажу честно, у меня простой принцип относительно даже человеческих отношений. Если когда-то я одалживаю транспорт у кого-нибудь, я всегда возвращу его полным баком. Я всегда даже поменяю масло и заменю фильтр. Я заплачу больше, чем будет стоить аренда. потому что я понимаю принципы. Принципы, которые внутри меня. То, что преподал мне мой отец, то, что преподала мне моя мать, то, что преподали мне мои служители, где я рос как верующий человек, что преподает мне Тора. эти принципы я вкладываю в своих детей. У нас есть новое поколение, которое нужно научить. Мы не можем быть похожи на этот мир, коррумпированы со своими предрассудками, и поэтому Тора говорит нам не быть похожи на этот мир. Мы не от мира всего, потому что у нас есть закон, который регламентирован Богом на взаимоотношении. Бог говорит, я хочу поближе тебя узнать, чтобы ты мне доверял. Мы сейчас ставим наши ноги, возьмемся за руки. Хочу помолиться за вас здесь в зале и за тех, кто сегодня смотрит нас в прямом эфире. я знаю, что люди делают свои комменты в фейсбуке негативные, очень жалкие. Есть люди, которые ставят свои дислайки такие, не нравятся их служения. Я не пытаюсь вам угодить, те, кто смотрит нас в эфире. Я хочу, чтобы вот здесь Кагила здесь на месте, чтобы нас узнавали, как верующих людей, не потому, что мы говорим, или как мы молимся, а за то, что мы делаем. Если тебя просят идти один путь, ты спокойно сможешь идти два пути и радоваться. радоваться, помочь кому-то, ты скажешь, моя возможность, моя возможность пойти сделать, починить крышу, где капает подвинтить. Знаете, что Бог на вашей стороне. А вену шиба шима сделай во мне чистое сердце, а во мы не безгрешны. Но сегодня, стоя пред тобою, мы хотим меняться. И я знаю, что человеческое сердце до крайности испорчено, что в действительности разные идеи, мысли приходят, когда мы видим свою выгоду. Прости нас, потому что земля и все, что наполняет ее, и люди все, они твои. Научи меня жить святой жизнью, научи меня доверять тебе. И я прошу, в первую очередь, научи меня, чтобы я доверял тебе до конца. Господь, я молюсь за излияние Духа Святого на каждого из нас, потому что Дух Святой напоминает нам твои слова, учит нас твоим путям, напоминает нам о Торе и никогда не расходится со словом, твоим словом. и я благодарен, что мы можем нашим детям предоставить жизнь. Может быть, другие скажут сумасшедшие, а я могу сказать, вот идет враг, а во мне не имеет ничего. Чтоб я мог стоять пред тобою, смотреть твои глаза и сказать, Абба, я никому ничего не должен, кроме взаимной любви. И я молюсь, чтобы это послание, эти десять заповедей, которые Бог оставил для нас, чтобы они формировали наше внутреннее состояние, наш характер, чтобы исполнившись Духом, воспевали Его, хвалили Его, веселились, потому что мы свободны. раб не может славить, потому что он под бременем, под бременем рабства. Свободный может улыбаться, славить, поднимать руки без страха и сомнения. Абба, Тебе. Благослови каждого из нас, и пускай Господь эта неделя будет для нас важной, когда наши дети идут в школу, мы приготовили их, чтобы прославить Тебя. Ты достоин. Бешем Ишуа Машихейна. Харь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok